Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория! И сегодня я хочу показать вам свои пустые баночки февраля. Вот и закончилась зима и наступила долгожданная весна. Я вас всех хочу поздравить с первым днём весны. У нас тоже на улице выглянуло солнышко. Сегодня очень хорошая погода. Нападало в этом году много снега. Зима была очень снежная, морозная. Как никогда настоящая русская зима. А сейчас бегут ручейки. И у нас уже у всех весеннее настроение. Выглядывает ласково приветливое солнце. И сегодня я хочу показать вам свои пустые баночки последнего зимнего месяца. Итак, давайте посмотрим. Я покажу вам, что у меня закончилось. И поделюсь своими впечатлениями. Буду, наверное, брать по порядку то, что мне попадётся. Но буду стараться по сериям показывать вам. Итак, первое, что закончилось, это, конечно же, моя любимая серия по уходу за волосами в компании Фаберлик. Серия с маслом Амлы. Закончился у меня шампунь для глубокого восстановления волос и маска для глубокого восстановления волос. В данной серии есть у нас ещё кондиционер-сыворотка. Мне нравится, как выглядят волосы. Действительно, серия хорошо ухаживает за волосами и содержит масло Амлы. Амла, для тех, кто не знает, это индийский крыжовник, который очень богат витамином С. Также из этой серии у меня ещё закончился эликсир с маслом Амлы. Я очень, девчонки, люблю этот продукт. Полюбила его нежной любовью. И вот можно сказать, что в компании Фаберлик это мой мастхев. Вы знаете, иногда, когда я пользуюсь серией с маслом Амлы, я либо каждое утро наношу перед мытьём головы где-то минут на 10 этот эликсир, либо стараюсь наносить его через день. И вот когда вы применяете эликсир перед мытьём головы, то он действует как дополнительная маска, хорошо подпитывает волосы. Мне очень нравится, самое главное, что этот продукт волосы ни капельки не жирнит. Затем я мою волосы шампунем с маслом Амлы, наношу маску или кондиционер, сыворотку. И потом волосы очень рассыпчатые, они блестящие и хорошо укладываются в прическу. Здесь его 50 мл. И у нас эликсир можно использовать несколькими способами. Можно вот как масочку перед мытьём наносить и держать от 10 до 30 минут. Смотря сколько у вас времени с утра есть, если выходной день, то, конечно, можно и полчаса подержать. Можно наносить его на влажные волосы перед укладкой и не смывать. И нанести на сухие волосы после укладки. Он волосы не жирнит и очень хорошо ухаживает за волосами, поэтому довольна. Следующая серия, которая у меня закончилась, правда, ещё она у меня закончилась не вся. Это новинка каталога номер 3. Это новая серия в компании Фаберлик по уходу за волосами, салон Кэа. Которая в своём составе содержит масла. И здесь у нас содержится масло органы, авокадо, апельсинское масло и аминокислота аргинин. Мне очень понравилась данная серия. Шампунь у нас не содержит СЛС. Он у нас прозрачного цвета. Такой вот как янтарный мёд имеет оттенок. Очень приятно пахнет. Здесь такой вот восточно-пряный аромат. Довольно насыщенный. Потом вот слышно от волос. Но мне нравится такой аромат. Как-то вот так вот у нас пахнут серии для волос. И питательный бальзам. Эта серия у нас идёт для всех типов волос. Также в этой серии есть сыворотка, которая мне очень понравилась. Есть маска. Вот маска мне понравилась по своему эффекту. Даже вот больше, чем бальзам. Хотя бальзам тоже довольно неплохой в данной линейке. И есть у нас здесь двухфазное средство по уходу за волосами. Что хочу сказать по поводу серии Салон Кэа. Вы знаете, конечно, здесь масла. Поэтому если у вас волосы склонны к жирности, то эту серию лучше чередовать. Так как тоже можно перепитать волосы маслами. И к вечеру они уже будут выглядеть, ну вот, такими вот немножко, как уже не совсем свежий вид иметь. Поэтому, вот вы знаете, я эту серию, скорее всего, что вот, ну, и вот я так применяла, я чередовала её с серией с маслом Амлы. Вот тогда эффект хороший, прекрасно питает волосы и не, ну, можно сказать, не перепитывает ваши волосы. Поэтому тоже серия очень достойная. И вы знаете, я ещё заметила, что когда я использовала серию с маслами, то при промывании волос, волос меньше выпадает. То есть, действительно, серия обогащена маслами и великолепно ухаживает и сокращает выпадение волос. Поэтому для меня это тоже немаловажный аргумент. Поэтому, кто страдает такой проблемой, я прям вам советую курсом использовать данную серию. Дальше, следующее, что у меня закончилось для волос, это Эйван. Это мне присылала Маришка Семенкина. Мариш, если смотришь, тебе от меня большой привет. И это у нас серия Зимняя забота. Мёд и клюква. Серия специально разработана для того, чтобы ухаживать за волосами в зимнее время. Имеет приятный аромат и тоже хорошо справляется на волосах. Дальше, следующее, что у меня закончилось. В этом месяце я использовала краску. Кто мне, девчонки, давно смотрит, знает, что я уже больше 8 лет. Наверное, лет 9 я окрашиваю волосы только данной краской. Кастинг Крем Глосс без аммиака от Лореаль. Я просто обожаю эту краску. Настолько она великолепна. Здесь приятный аромат. Здесь не содержится, у нас нет без аммиачной краски. Поэтому она щадяще относится к волосам. И вот хватает до 28 раз использования шампуня. То есть, если вы моете ежедневно свою голову, то держится цвет отлично. Вы знаете, самое главное в данной краске, это найти свой оттенок. Это угадать с цветом. Если цвет вам подойдет, то просто вы больше не захотите покупать никакой другой продукт. И вы знаете, в этот раз я обычно всегда беру для себя оттенок номер 400. Каштаново я окрашиваю свои волосы. И в этот раз я, когда зашла в магазин, увидела новый оттенок. Это номер 300. Называется двойной экспресса. Вот так выглядит у нас упаковка. И решила, все-таки я долго думала, взяла вначале каштановый в магазине, потом его поставила. И все-таки решила взять двойной экспресса. И вот я окрашивала где-то, наверное, уже больше двух недель. Где-то две недели. Там несколько дней свои волосы. И поначалу, конечно, оттенок получается темнее на моих волосах, чем каштановый. У меня свои волосы черные. И вот такой темноватый был немного. А сейчас уже, когда он подсмывается, то на солнышке особенно видно такой красивый. Действительно, такой вот, как двойной экспресса, такой вот красивый кофейный отлив имеет. Поэтому тоже оттенок, в принципе, неплохой. Но все-таки моим любимым по-прежнему остается оттенок номер 400 каштановый. Дальше следующее, что у меня закончилось. Это будут гели для душа. Закончился у меня гель для душа от Ивроше. Это лимитированная коллекция. Называется Карамельное яблоко. Это мне присылала Жанулька. Жануль, тебе тоже большой привет, если меня смотришь. Очень приятно пахнет. То, вы знаете, вот в ванной настоящая ароматерапия. Гель имеет прозрачную консистенцию. Но он очень приятен в использовании. Прекрасно пенится и не сушит кожу. Это, конечно же, самое главное. И великолепный аромат у данного геля. Дальше следующее, что у меня закончилось, это будут два дезодоранта DAV. Девчонки, не пугайтесь, что два. Потому что, ну, бывают продукты, когда у нас переходящие, начинаешь пользоваться в конце месяца. Продукт не заканчивается. Ну, там где-то или за две недели до конца месяца. Потом он заканчивается в начале. И берешь второй. Вот я использовала в этом месяце два своих любимых дезодоранта DAV. Это Invisible Dry, который у нас идет против белых следов. Очень мне нравится дезодорант. Вообще, вот серия DAV, у нее великолепная парфюмированная душка. А душка такая вот, дорого пахнет. И хорошо работает на коже данный антиперспирант в течение всего дня. Действительно хорошо защищает и имеет приятный аромат. И самое главное, что вот у меня, например, не вызывает там какой-то аллергии или раздражения. Вот в последнее время мне еще нравится серия таких же вот аэрозолей. И Adidas тоже очень-очень приятный, поэтому присмотритесь. Следующее, что у меня закончилось, это три кусковых мыла. Ну, наверное, девчонки снова муж повыкидывал, потому что мыла закончилось больше. Какое я уже ему напоминаю. И ты мне оставляй на полочке, не выбрасывай, потому что я собираю. Итак, первое мыло Палмалиф называется Альпийские травы. Данное мыло содержит у нас экстракт женьшеня, чабреца и можжевельника. И, вы знаете, здесь содержатся такие вот небольшие скрабирующие частички. Поэтому мыло вот такой приятный аромат. Ну вот, он, наверное, пахнет больше таким вот можжевельником, немножко с мужскими нотками. И когда начинаешь вот мыть им кожу, то и сразу вот такой эффект скрабирования. Причем эффект скрабирования такой достаточно сильный. Следующее мыло это Джонсон с Боди Кеа. Мыло преображающее идет у меня с ароматом граната. Тоже мне очень нравится эта серия мыла. Великолепная. Здесь большой кусочек, 125 грамм. Поэтому долгоиграющие и великолепные ароматы. Еще одно мыльце закончилось от Фаберлик. Это парфюмированная коллекция, где у нас есть и гели для душа. Мыло у нас идет 70 грамм кусочек. И это у меня мелодия Мейхуа. Слива Мейхуа и белый жасмин. Очень приятно пахнет. Великолепный аромат. Поэтому тоже мне нравится. Вот еще люблю любовное цветение и персидские мотивы. Следующее, что закончилось. По уходу за полостью рта ополаскиватель, который у нас идет в серии Эксперт Фарма. Он содержит в составе дубовые галлы и растительные аминокислоты. А также экстракт коры гомомелиса. Очень приятный в полости рта. Он не раздражает. Он не такой термоядерный. Приятный. И вы знаете, после его использования долгое ощущение свежести в полости рта. Поэтому мне очень нравится. У нас в компании Фаберлик появился еще один новый. По-моему, называется Альпийские травы. В кислородной серии зубных паст. Тоже новый ополаскиватель. У меня его осталось практически немножко. И вы знаете, он мне тоже очень понравился. Но тот для меня в полости рта немножко посильнее. Наверное, специфический аромат трав все-таки имеет. Но вот этот все-таки мой самый любимый. Очень мне нравится. И, девчонки, он, конечно, стоит, я считаю, не очень бюджетно. Но когда вот идет по карточкам твой бонус. Либо по каким-то скидкам, по акциям. Его очень выгодно брать. И получается бюджетно. Дальше следующее, что у меня закончилось. Это также для полости рта. Две зубных пасты. И у меня в этом месяце одинаково. Это свежая мята. Очень мне нравится аромат. Здесь удобная крышечка открывается, закрывается. То есть не нужно постоянно ничего отвинчивать. Паста имеет у нас объем 75 миллилитров. Это кислородная профилактическая зубная паста. И такой приятный, свежающий аромат. Хорошо пенится и хорошо очищает полость рта. И паста тоже у нас по акции довольно бюджетная. Дальше следующее, что закончилось. Это у меня мыльце из серии Бьюти Кафе. Мятный шоколад. Это кремовое мыло. Очень приятно пахнет. Хорошо промывает ручки. И даже, вы знаете, я заметила, что именно серия Мятный шоколад ухаживает за руками. То есть она как-то их смягчает и немножко увлажняет. Еще одно мыльце закончилось. Это штрудель с мороженым. Тоже серия Бьюти Кафе. Кремовое мыло. Имеет очень приятный аромат. Действительно, выпечки. Такого пирога с шарлоткой. Поэтому тоже нравится по аромату. Очень приятно пахнет. Следующее, что у меня закончилось. Это еще два геля для душа. Новинки каталога номер 3. У нас в серии Оранжерея появились две новые серии. Первая серия это Роза и Сандал. И вторая серия обновленная. Османтус и Лемонграсс. Вот серия Османтус и Лемонграсс. Имеет такой какой-то вот свежий, юный аромат. С такими лимонными нотками. Очень приятными. Такими вот ненавязчивыми. Хорошо вот в ванной раскрывается, освежающие. Но еще вот у нас появилась одна серия Роза и Сандал. Которая стала по аромату одной из моих любимых. Очень приятный аромат. Он здесь, роза, я практически ее не слышу. Она вот, или вот настолько приятная. Я не везде люблю аромат розы. Но здесь это просто что-то с чем-то. Вот на мое обоняние аромат просто потрясающий. Настоящая ароматерапия в ванной. Он настолько женственный, чувственный. Что вот его хочется вдыхать. Вот прям вдыхать и вдыхать. Очень приятный. У меня быстро закончился. Несмотря на то, что это гелевая консистенция, не кремовая. Но я его очень быстро использовала. По аромату достойный. Но кожу тоже не сушит. Поэтому понравился. Но если бы был он еще и кремовый. То это было бы просто вообще наслаждение. Так что аромат очень-очень приятный. Следующее, что у меня закончилось. Это тоже для волос. Закончился DD спрей. Из серии Faberlic Expert. Мой любимый. Я наношу его на слегка влажные волосы. Перед укладкой волос. Перед сушкой феном. Либо когда наношу бегуди липучки на свои волосы. То для лучшей фиксации использую всегда DD спрей. Он хорошо защищает ваши волосы при сушке феном. Также хорошо защищает волосы, когда вы их укладываете. И придает такой хороший объем волосам вашим. Особенно если вам прикорневой объем нужен. И его абсолютно не видно на волосах. То есть если мы наносим лак для волос. То его конечно видно. А от этого продукта волосы рассыпчатые. Они живые. Но прическу свою держат. Поэтому я очень довольна данным продуктом. Уже не знаю какая по счету закончилась у меня бутылочка. Следующее что закончилось. Это тоник из серии Этноботаника. Для возраста 30+. И это у нас тоник. Идет увлажнение и тонус. Цветы тиаре, ягоды годжи и масло карите. Очень хороший тоник. Мне он нравится. В его составе содержится у нас алантаин. И также такие полезные вещества здесь есть. Как инулин. В составе данного продукта. Поэтому я очень довольна этим тоником. Он стоит девчонке копейки. Особенно когда по акциям приобретаете. Но действительно хорошо тонизирует. Увлажняет кожу. Придает даже небольшой тонус коже. Поэтому я очень довольна. Следующее что закончилось. Это у мужа и сына. Недавняя новинка. Серия 8 элемент спорт. Шампунь для волос. Активно очищает. Хорошо ухаживает за волосами. Сына моему очень понравился. Мама очень приятно пахнет. Он конечно не перламутровый. Он гелевый. Но тем не менее им понравился. И поэтому конечно же будем повторять еще данную покупку. Дальше следующее что закончилось. Это у меня гель для интимной гигиены. Тоже у нас в компании Фаберлик. Это обновленная серия. Которая называется. Раньше была серия Бриз де Амур. А теперь у нас это серия Стори де Амур. И вот в этой серии я приобретала гель для интимной гигиены с афродизиаками. То есть это обычно. Еще у нас есть такая темно-розовая упаковка. Для чувствительной кожи. И сейчас у нас в этой серии оба геля ароматизированы. Ароматы идентичные в двух гелях. Мне понравилось. Он не вызывает никакой аллергии. Никакого раздражения. Очень приятный нежный аромат. Хорошо справляется со своими задачами. Поэтому гель отличный. Обязательно буду повторять еще. Дальше следующее что у меня закончилось. Шампунь. Еще один из серии Фаберлик Эксперт. Для глубокого очищения волос и кожи головы. С активированным углем. Вы знаете у меня в основном. Я им пользовалась редко. Наверное где-то один раз в неделю. Или два раза в неделю. Когда наносила маски. Или масло с кокосом на волосы. А в основном у меня пользуется сын. Этим продуктом тоже. И муж. И им очень нравится как промывает волосы. Я уже слышала в обзорах у многих девчонок. Что именно мужчины тоже. Им нравится использовать данный продукт. Действительно отличный. Он хорошо абсорбирует излишки кожного сала. Какие-то загрязнения на волосах. Если вы часто пользуетесь укладочными средствами. То тоже продукт работает великолепно. И если используете маски. Такие вот достаточно насыщенные для волос. То тоже он хорошо их промывает. Следующее что у меня закончилось. Это от Ивроше. Малиновый уксус для волос. Это мне присылала Танюшка Рзаева. Танюш тебе тоже большой привет. Сегодня у меня много приветов девчонкам. Действительно хорошо он как ополаскиватель действует на волосы. Имеет приятный такой вот малиново-уксусный аромат. И придает хороший блеск волосам. Тоже пользовалась им с удовольствием. Нужно прям на ладошку чуть-чуть наносила. На кончики. И затем смывала. Следующее что закончилось. Это мне присылала Жанулька. Жануль тебе тоже от меня большой привет. Это у нас маловаренная компания Спивак. Скраб для тела. Мохито с морской солью. И вот у него девчонки натуральный практически состав. Я вам сейчас попробую поближе показать. Чтобы вы прочли. Настолько приятный скраб. Вы знаете такое ощущение. Как будто ты где-то побывал в бане. Или в сауне. И затем в ванной. Наверное еще в течение целого часа. Стоит аромат эфирных масел. Особенно хорошо слышно. Масло мяты. С лаймом и с лимоном. Это все смешивается. Настолько приятно пахнет. Он здесь закрыт крышечкой. Даже сейчас аромат сохранился. И содержит натуральную морскую соль. Настолько великолепно скрабирует. Но вот в его составе еще есть у нас масло ши и виноградные косточки. И затем кожа. Она настолько увлажненная. Такое ощущение. Что вы вышли из душа. И нанесли еще какое-то питательное маслице для тела. Но кожа не липкая. Можно вот в течение всего дня. Так вот эффект сохраняется. Очень гладкая ухоженная кожа. Поэтому скраб шикарный. Кто девчонки заказывает спивак. Обязательно возьмите. Мне очень понравился шикарный продукт. Дальше следующее. Что у меня закончилось. Это из серии Фаберлик Эксперт. Вот у нас есть программа АБЦ пилинг. И у меня закончился шаг Б. В прошлый раз я показывала шаг А. Это микродермабразия и энзимный пилинг. Вы знаете микропилинг. У него очень мелкие такие мельчайшие полирующие частички. Но он великолепно полирует кожу. И великолепно вот отшелушивает. Какие-то вот мелкие шелушинки на вашем лице. Омертвевшие клетки кожи. Его даже можно приобретать отдельно. Отличный продукт. Хорошо работает на коже. Поэтому я всегда вот его беру. У меня уже закончился. Обязательно нужно взять будет еще. Следующее, что у меня закончилось. Это два продукта по уходу за ноготками. Первое это верхнее покрытие. Для ногтей мне очень нравится. Оно такое достаточно нежидкое и негустое. Хорошая консистенция. Хорошо выравнивает лак. Даже вот если где-то у вас там какие-то неровности имеются. Придает хороший блеск. И вот как закрепитель, то тоже очень хороший продукт. Вот постоянно его беру и довольна. Мне он нравится больше, чем из серии Секрет Стори. Дальше следующее, что у меня закончилось. Это тоже от Фаберлик. По-моему, вот розовенькое у нас. Не помню какое. Но это вот у нас идет основа под лак. Тоже хороший продукт. Достаточно понравился. Вот мне сейчас очень нравится. Последний продукт. Это антивозрастное средство для ногтей. Гладкость и блеск. Просто шикарное. Великолепный продукт. Очень им довольна. Следующее, что у меня закончилось. Это две туши. Первая тушь от Фаберлик серии Секрет Стори обновленная. Называется данная тушь у нас главная роль. Вот так она у нас выглядит. Классическая щеточка. И вы знаете, в тот раз какая-то она у меня немножко быстро засохла почему-то. В принципе такая же, как у нас и была 3D объем. Но вот эта почему-то быстрее засохла. Может быть как-то я пользовалась, не знаю. Но в принципе я очень довольна продуктами из серии Секрет Стори. Еще одна тушь, которая стала моей любимицей. Я пользовалась ей прям вот. У меня тянулась только к ней рука в течение всего месяца. Это новая тушь из молодежной серии от Фаберлик. Флай Лэшес. Поначалу, конечно, где-то около недели продукт пока раскрасится. Он может давать вот такие вот не совсем объемные реснички. Но затем просто он дает потрясающие такие вот, можно сказать, коровьи реснички. Они очень объемные. Реснички увлажненные. Так как тушь питательная, маслянистая. Она хорошо ухаживает за ресницами. И по своему составу она прям очень похожа на Би-Би тушь из серии Секрет Стори. Но стоит дешевле. Но очень-очень хорошая. Здесь большая щеточка. Как видите, вот она у меня уже такая разлохмаченная. Потому что я уже разбавляла ее и водичкой. Очень хорошая тушь. Взяла в запасы. Стала одной из любимых. С большим удовольствием ею пользуюсь. Дальше следующее, что у меня закончилось. Это из серии Дом Фаберлик. Средство для мытья посуды с биоэнзимами с ароматом яблока. Очень приятный яблочный аромат. И у нас в составе есть биоэнзимы, которые великолепно даже в холодной воде отмывают. Такие вот застарелые, какие-то вот прилипшие там остатки пищи. Хорошо удаляют без замачивания там остатки вот макарон, риса. Хороший продукт. Тоже очень нравится. Следующее, что закончилось, это ультракондиционер для белья с аромокапсулами с цветочно-зеленым ароматом. У меня в компании Фаберлик вот два любимых кондиционера. Это вот этот вот зелененький и с ароматом орхидеи. Следующий продукт, который закончился, это жидкий концентрированный стиральный порошок. Ой, порошок, то есть он жидкий у нас для темных тканей. Вот так выглядит упаковка. Указано, что подходит он для стирки черных, коричневых, темно-синих и других темно-окрашенных тканей различного типа, включая джинсовые. Но я в основном стирала вот сыну и мужу джинсы данным гелем. Неплохой гель, имеет темно-синий такой вот оттенок, сам он по цвету темно-синий, ну вот, я думаю, что вот здесь на крышечке остались остатки, имеет синий цвет. По аромату он, в принципе, идентичный, такой же вот у нас, как другие жидкие порошки в компании Фаберлик. Неплохой, но все-таки, вы знаете, как-то я больше, наверное, люблю порошки. Но вот для тех, кто любит жидкие такие вот консистенции, то, я думаю, понравится. Хорошо отстирывает, нареканий нет к нему никаких. Дальше следующее, что у меня закончилось, по уходу за кожей лица, закончились у меня два продукта. Это из серии Платинум, дневной и ночной крем. И также у меня закончился кислородный бальзам от компании Фаберлик, который я использовала вместе с данными продуктами. У меня на канале есть отдельный отзыв на эту серию. И вы знаете, вот я начала пользоваться данной серией, я уже точно не помню, говорила в видео или с 1 января, или с 3. Ну, то есть, вот сейчас у нас 1 марта, получается, что практически вот здесь объем 30 миллилитров. При ежедневном использовании данных продуктов одного и другого, мне хватило их ровно вот на 2 месяца. Здесь, конечно, вот немножко, еще чуть-чуть я уже пальчиками здесь доковыриваю, совсем чуть-чуть осталось остатки. Сегодня, наверное, вот я и завтра еще использую и буду выбрасывать баночки. Дневной крем очень приятно пахнет персиком. Мне очень нравится этот аромат. Здесь, вот кто не знает, у нас специальная такая вот новая технология упаковки. Вы нажимаете вот на данную помпу, вот даже немножко еще появилась у нас продукта и появляется у вас крем. Это удобно для того, чтобы туда не лазить пальчиками и не попадал туда воздух. И вот, ну, все равно какие-то микробактерии с ваших рук. Но, вы знаете, когда остаются остатки, вот совсем чуть-чуть, то все-таки все равно приходится его откручивать. Если кто любит использовать продукт полностью, то все равно приходится пальчиками его набирать. Очень хороший крем. Я осталась им довольна и, конечно же, понравился. И еще у меня закончился ночной крем. У него здесь уже вот такая упаковка. Здесь тоже такая же система у нас открывания. И здесь его также вот у меня осталось, ну, вот еще на один раз использую и все, и выброшу баночки. Такие красивые баночки, девчонки, жалко даже их выбрасывать. Может быть, что-нибудь помою и перелью, не знаю. Вот настолько они вот очень-очень симпатичные. Такая же здесь у нас форма открывания данного продукта. И вы знаете, вот если, когда я уже использовала эту серию, я уже второй раз приобрела для себя сыворотку-активатор. Крем для кожи вокруг глаз у меня еще не закончился, еще есть. И вот сейчас начала пользоваться активной водой из данной серии. И заказала еще на пробу маску, вот новинку четвертого каталога. Если вы меня спросили бы, повторила бы ты еще раз серию платинум, я с большой уверенностью скажу, что да, повторила бы. Мне очень понравился в итоге эффект от данной серии. Серия имеет накопительный эффект. Вот первые дни, когда я ее использовала, у меня было вот очень непривычно, какое-то было двоякое впечатление от данной серии. Так как ночной крем очень плохо впитывался на коже, дневной впитывается быстрее. И вот как-то вызывало это у меня дискомфорт. И вот такое было ощущение, что вот тяжесть на коже, что моей коже тяжело с данными продуктами. Но затем, когда я стала использовать эти продукты вместе с кислородным бальзамом, то да, с кислородным бальзамом я могу сказать полностью, да, этой серии. Крема стали быстрее впитываться и лучше работать на коже. И вот сейчас, вы знаете, я как-то даже сейчас стала очень редко пользоваться скрабами. Как-то вот больше пилинг-мусс использую. Стала как-то вот, ну, кожа вот настолько выглядит упругой. Вот изнутри действительно выталкиваются мелкие морщинки, кожа более гладенькая, более упругая. И вот мне очень нравится в итоге, какой эффект получился на коже после использования данной серии. Обязательно сейчас, вот когда будут у нас какие-то акции выгодные, я для себя в запас еще приобрету. Сейчас пока снова достану серию Гардерика. Но еще раз повторюсь, девчонки, вместе с кислородным бальзамом для меня эта серия оказалась очень-очень хорошей. Хорошо работающей на коже, прекрасный накопительный эффект в коже, поэтому я осталась очень довольна. Не знаю, без кислородного бальзама, скорее всего, работала бы серия хуже, так как в этих продуктах у нас нет кислородного комплекса. А в кислородном бальзаме его максимальная концентрация 20% кислородного комплекса на Вафтем. Что же делает кислородный комплекс? Он помогает лучше усваиваться всем ингредиентам в составе кремов и помогает коже дышать под кремами. Поэтому вместе с ним, конечно же, ночной крем стал быстрее впитываться и лучше работать на коже. И то же самое касается дневного крема. Так что вот такой был мой отзыв на данную серию. Поэтому с уверенностью скажу, что буду приобретать серию Платинум для себя еще, так как осталась довольна. На этом были все мои пустые баночки. Я вас еще раз всех поздравляю с праздником весны, с первым днем весны. Желаю вам отличного весеннего настроения, хорошей солнечной погоды, море позитива, улыбок, удачи и всего самого хорошего и светлого в жизни. С вами была Виктория. Всем пока-пока. Всем до свидания. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok